Ребята, просели, просели, чтобы себя залили. Дружочек пошире сделайте, пожалуйста. Ну я, если наступлю кому-нибудь, сразу извиняюсь, потому что не хотела. Наступайте. Давайте еще раз по тем ошибкам, которые, к сожалению, пока еще есть. Это сложно исправить, потому что вы годами это все репетировали, делали. И тут я прихожу и говорю, что а так это неправильно. То есть, ну, просто хотя бы примите, как есть. Попробуйте, если получится, не получится, что-то вот в себя сразу же взять на тренировку. Ну и вот постепенно. То есть, смотрите, мы стоим в позиции, когда человек там делает действие. Помнишь, Заня? Да. А некоторые спят, ну, реально там стоят и вот смотрят, она летит. Вау, классный удар был, а? И потом такие, ну ладно. Таким. Ну, то есть, вы уже проконтролили первую секунду. То есть, представляете, бой начинается. И вы так и уйдете, а вам раз какая-нибудь там, Майгери, там, Мавашка-предел. И вы думаете, что, бой начался, что ли? То есть, вы уже, если заходите с человеком работать, поработайте немножко с ним. Ну, то есть, подумайте, что все, гружу, ручка, головы, все уже сосредоточь. Идет туда, и вот так вот кто-то пытается задавить. У нас не с ума с вами. У нас другие единоборства, в которых нужно бить. Вот, и бить нужно здорово. То есть, вот, человек бьет, мы отойдем на сырой и выясним. И стерочку. Движение. А тут он пытается прям сверху бить. Я пока хочу спросить, кто знает. Сверху можно бить или нельзя бить? Можно. Можно. Ну, бить-то можно, да. А в чем для нас такой вот, наверное, существенный недостаток, когда мы бьем вот так? Кто там бочку поднял? Ты? Потому что, когда мы вот так ударим, мы телом задавливаемся вниз, и нам могут, нас могут легко ударить, потому что мы открыты. Да, давайте. Во-первых, открыта печень. Во-вторых, при неправильном ударе мы можем травмировать соперника, попасть ему в горло. Как вариант, да. То есть, совать. Да. Когда ты бьешь, ну, вверх, начать людей, это, можно сказать, такой остановочный удар. И когда ты его бьешь, соперник, ну, вы смещаетесь, идете, более напробит, да, в смещение. А так, просто останавливаете. Ну, если взять так немножко анатомически, то есть у нас такие маленькие и маленькие, и у кого-то чуть побольше, конечно, такие мышцы, и мы, получается, раскрываем. А человеку в этот момент, ему буквально можно легкий удар сделать, и, к сожалению, вот эти маленькие мышцы так сократятся, что вы даже не сможете перетерпеть эту боль. То есть, когда вы замахиваетесь, открываете и не бережете себя. То есть, тут нужно найти вот золотую середину, которую, я ей говорю, что и не вниз сбить, и не через-чур вверх, а это вот тот того ракурса, с которого вот прям движение. То есть, у каждого вот анатомически оно немножко, там, у кого-то чуть выше, у кого-то чуть ниже. Найти такое, чтобы вот не было ни наклона, ни ухода назад. То есть, движение, которое вот прям четко пронзает цель. Вот. Кто-то пытается работать челноком, немножко забегая вперед, но, в принципе, тоже можно. Например, человек работает, я бью, и там ушла, уже все, здесь нет. Но, опять же, когда вы уходите назад, некоторые из вас расшатываются. Почему я базу хочу вам дать, чтобы вы поняли, что из этих позиций, даже просто стоя, можно как бы найти вот эти ударные техники, а потом уже добавлять челнок, а потом добавлять перемещение и так далее. То есть, на это вот, как фундамент, мы заложили с вами определенный удар. На этот кирпичик накладывать, накладывать, а потом там все остальное. Сейчас наша задача попробовать сделать два удара. Человек так же нас бьет. То есть, не нужно сбить таким образом, чтобы человек как бы сбился и там дальше пробился. То есть, масса тела пока сильно не хватает. Мы просто следим за углом удара, чтобы выделило движение. То есть, сбили к себе, сбили. То есть, видите, я немножко помогаю своей ногой, отталкиваюсь. Но при этом не распалкиваю позицию. Сейчас просто попробуем, я постарше посмотрю, как у нас двойные удары получаются. И как вы дышите. Это основа, основа. И продолжим дальше. Все. Опс. Показываем. Прямо. Показываем. Прямо. 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 Двигатель парень, это приходит назад. Ты забираешься.